Всем-всем-всем привет! Сегодня у нас антагонист из аниме-клинок, Мудзан. Этот комментарий оказался самым пролайканом. Вы можете написать у любого персонажа, даже если это не аниме. Следующим персонажем будет именно тот, который будет самым пролайканом. Так что, рисуем. Мудзан имеет весьма большие глаза, как и в целом старые персонажи из клинка, да, это их характерная внешность, как и другие столбы, например. А Каза или там даже как у Шива тоже имеет такие вот большие глаза, большие брови, так скажем, естественно. Рисуем вот такие вот большие формы лесниц. Если голова Мудзана в фотографии с верхнем углу находится немножко под углом, то я нарисовал его без угла, чтобы вам было легче понять и мне так удобнее. Я рисую, получается, Мудзана второй раз, нет, третий. Он у меня не получился, потому что трудно его рисовать, красиво и как-то так, понимаете, с пропорциями. Я всегда ошибки допускаю, поэтому трудновато становится. Рисуем маленькие зрачки, сразу детализируем их и добавляем теперь зрачки именно сюда. Я вот думаю, Мудзан же. Хе-хе. Он же проиграет, но вы же понимаете, что он все равно проиграет в манге, да? Что с его семьей, которая вот на фотке, дочка, жена у него есть? Интересно, что стало с ними? Очень интересно. Он их убил или нет? Эх, почему про это не говорится? Ну ладно, дорисовываем мы такие вот квадраты. В обычной жизни квадрат у него, да? А так, когда он злится, это превратится в кошачий глаз такой. Опа, оп. Добавляем зрачки, ой, зрачки к веке. После чего дорисовываем ему нос. Нос характерен персонажам клинка, находится весьма близко к глазам. Если в других аниме, если в анатомии человека, нос находится немножко ниже, чем здесь, да? Но в клинке они очень близко находятся к глазам. И это выглядит гармонично, знаете? Не так урод, как уродство. Если бы я сделал то же самое снова, то это бы просто выглядело ужасно. А тут нормально. Рисуем рот, получается, ставим точки ниже носа по пути к глазам. Вы поняли, да? Внутренняя сторона зрачка. Ставим такие точки и создаем такую вот милую, дружелюбную улыбку. Мудзан же у нас добрый человек. Очень добрый человек. И очень злой демон. Такой вот у нас человек. Ну как человек? Мудзан – это человек или это демон? Без понятия. Ну, ладно. Интересно, кто сильнее? Ну, Мудзан же – это как бы не самый сильный антагонист, понимаете, да? Что он умеет делать? Он быстро регенерируется. Отрезать ему голову, если что, невозможно, фактически. Он сразу регенерирует. Я думаю, кто его может победить из других аним. Мне кажется, многие, да, персонажи? Все же, персонажи, клинка, не самые сильные. Ну, ладно. Это слишком трудно рассуждать про эту тему. Не люблю сравнивать аниме с аниме. Это трудно. И рисуем. Продолжаем рисовать Майкла Джексона. Вот, мне кажется, Мудзан – это Майкл Джексон. Все про это шутят. И почему вы меня пощутите? Что там похож на Майкла Джексона? Что вы мне взять? Смотрите, это же Майкл Джексон. Вылитый. Ставим точку между ртом и глазом. Да, вот такую точку. И соединяем его с подбородком. Вот таким вот образом. Классно. Тут у нас не получится из полюштора, потому что у него не такие уж длинные волосы. Но, если честно, вот мне то, что я нарисовал, нравится больше, чем то, что на картинке. Я не знаю, почему. Мне кажется, мой Мудзан получился такой, типа, более дружелюбный. Понимаете? Более такой... Лапочка. Более такой Майкл Джексон. Понимаете, а не Мудзан. Если Мудзан, там Мудзан, а тут у меня немножко такой Мудзан. Ну, вы поняли. Или не поняли. Здесь поняли. Интересно, когда закончится персонажи с Квинка? Очень интересно. Ну, осталось еще и Носки. У нас пыл... У нас пыло, получается, два столпа. Три столпа. Четыре столпа. Осталось пять столпов. Шинобу. Столб камня, столб ветра, столб тумана. Хм, еще кто? Еще несколько столпов. Камень. Вода была. Огонь был. А, любви. И звук. Нет, тенгинжи звука. Мне кажется, любовь и все, да, заканчивается на этом. Да. И Шинобу. Шинобу я знаю. Остальных имен, как вы можете менять, я особо сильно не вникал. Нужно запоминать и учить. И Носки эти нужно еще нарисовать. Один из главных персонажей. Все были. И Носка осталась. Нужны Носки. Ставим майки. Пишем комментарий. Важно, важно. Дорисовываем ему шляпу. Майкла Рексона. Верхняя шляпа у меня не влезла в кадр. Я не могу посмотреть в кадр, потому что на телефоне было написано, типа, 20% прошло. Ну, типа, режим энергии сбережения, такой, блин, бесит. Ну, я просто нарисовал то, что у нас было там. Сейчас я спущу, это уже под конец ролика. Сейчас мы будем нарисовать ему этот, его костюм. Возможно, у меня болит горло, возможно. Мой голос немножко такой, изменившийся. Возможно, и нет. Добавляем детали, детали, детали. Конечно, как же без деталей. Обводку я начал вести сейчас очень уж так обоснованно, потому что мне нравится обводить. И это очень сильно улучшает качество рисунка. Вот, просто до и после обводки это две разные вещи. Обводку я ускорил, потому что это не особо важно для вас. Поэтому она будет ускорена после того, как мы нарисуем ему костюм. Да. Клинок. Мне кажется, многие уже начали читать мангу. Читайте мангу, почему нет? Why not? Потому что все равно придется ждать год от три, чтобы закончить клинок. Да, вот я не знаю, на чем закончился вот сезон. Или он еще не закончился. Не знаю. Но мне кажется, он закончится на том, что, типа, вот, они убьют шестую луну. И после будет трака с пятой и четвертой луной. Все это понимают, что это будет. И это будет уже, получается, третий сезон. После третьего сезона будет, возможно, последний финальный четвертый сезон. Возможно, если они не будут делать это, как с атакой титанов. А так вот. Так что будем надеяться, что вот эти три года и у нас получится классная история аниме. Ну ладно. Заканчиваем уже. Всем удачи, пока, до скорых встреч. Напишите в комментариях, кто будет следующим. Всем удачи. Будьте здоровы.